System Identification Toolbox позволяет получать модели нелинейных систем. Это необходимо, когда линейная модель не позволяет адекватно отображать динамику процесса, которую мы хотим идентифицировать. Давайте на простом примере попробуем провести такую нелинейную идентификацию. Вначале давайте посмотрим на исходные данные, с которыми мы будем работать. Для этого запустим инструмент Ident и импортируем данные во временной области. В качестве объекта идентификации у нас будет двигатель постоянного тока, на ход которому подаются значения напряжения, которые записаны в векторе Volt. С выхода снимаются углы поворота, которые записаны в векторе Angle. При этом мы знаем интервал во времени, при котором снимался сигнал. И здесь мы можем написать, как называются наши каналы измерения. Теперь полученную зависимость мы можем отобразить во времени на графике. И здесь мы видим импульсы напряжения, которые подаются на вход, и соответствующие реакции системы, как угол поворота вала. Интересный момент можно наблюдать в самом начале. При низких напряжениях двигатели не поворачиваются. Практически не двигаются. Это говорит о как раз нелинейном поведении объекта идентификации. И такое происходит из-за эффекта сухого трения, для преодоления которого необходимо подавать напряжение на вход выше некоторого значения. Давайте вначале попробуем линейную модель, для того, чтобы поймать динамику этого процесса, и посмотрим, как такая модель справится с задачей. Для этого выберем Transfer Function Models, оставим настройки как есть, и запустим процесс индификации. Сейчас происходит подбор параметров, и мы видим, что в этой области у нас появляется наша модель, которую мы можем проверить на наших входных данных. Здесь синим цветом отображается выход модели, который накладывается на измеренные значения. И видно, что как раз в области, где подавалось низкое напряжение, линейная модель показывает неадекватность. Для преодоления этого недостатка мы воспользуемся нелинейной моделью. Инструмент позволяет выбрать нелинейную авторагрессионную модель и модель Гоммерштейна-Вейнера, которую мы как раз и будем использовать. Здесь определяется структура модели. Динамические свойства при этом описываются линейным звеном в виде передачной функции, а нелинейность при помощи входных-выходных статических блоков. При определенной структуре модели задача унификации сводится к определению параметров, то есть к параметрической унификации. Определим входную нелинейность как зону нечувствительности, что характерно для эффекта сухого трения. Запустим процесс оптимизации. Давайте посмотрим на результат моделирования. На данном графике видно, что новая полученная модель лучше повторяет зависимость по сравнению с линейной моделью. Здесь мы видим, что данная модель не реагирует на низкие значения входного напряжения. После получения линейной модели мы можем перенести ее в рабочее пространство MATLAB или использовать Simulink при помощи библиотеки System Modification Toolbox и специальных блоков, так как показано в данном примере. Субтитры создавал DimaTorzok